мур привет друг это зверько сейчас ты наконец увидишь долгожданный гайд на наталью вот не складывается у меня с натой и нужен был достойный геймплей с которым мне помог подписчик с ником мастак за что ему отдельное спасибо основные изменения натальи затронули пассивку и ульту пассивка теперь дает условную невидимость если ты приблизишься к противнику слишком близко он сможет заметить тебя однако и наталья теперь способна обнаруживать противников а как расскажу в тактике первый и второй навык особо не меняли ульта теперь стало полезнее это буквально уход в невидимость без кустов ты даже находясь рядом с противником можешь исчезнуть примерно на полторы секунды это поможет либо сбежать либо нанести очередную атаку из тени пассивкой честно говоря в третий раз пережевывать навыки которые не поменялись терпения нет кстати в обновлении 1476 уменьшили скорость автоатаки натальи на 20 процентов и того теперь 60 процентов в отличие от других убийц как я понимаю поэтому билды будут направлены на нанесение мгновенного урона продолжаем эмблемы берем конечно убийцы с первым перком или со вторым но одинокий враг на хай рейтах это редкость некоторые люди порой берут даже третий перк который поможет в массовых боях при твоих прямых руках дополнительный навык популярностью пользуется конечно возмездие и огненный выстрел вдохновение отходит на второй план из-за замедления автоатаки сборка я подробно объясню свою нестандартную сборку она основана на мгновенном нанесении огромного урона в кратчайшее время и отталкивается от механики игры обязательно собираем постепенно мочите хищника он не только ускорит фарм а еще будет срабатывать вместе с бесконечной битвой и красным бафом при влете во врага однако если ты играешь очень осторожно оставь свой красный союзником которую лучше его реализуют и попробую красть вражеский красный баф возвращаемся к сборке сапоги скороходы маст хэв клинок семи морей не забудь что у него есть время зарядки но первая атака с ним будет страшной два топора ярости берсерка сборка направлена на тактику ударь и убей либо беги поскольку со скоростью атаки в 60 процентов и багровый призрак и говорящий с ветром это костыли у призрака 30 физической атаки у берсерка 65 плюс усиление крита и атак а у ветра вообще ноль бонуса к физической атаке бесконечная битва и клинок отчаяния теперь комбинация навыков не оставит и следа от врага сейчас покажу сборку который играет обычный мастаг тактика и фишки наталья превосходный роумер на границе экрана она не светится перед врагами и может избегать кустов с засадой вообще наталья довольно быстро появляется из тени даже если она на краю обзора соперника примерно через полторы секунды если в кустах с натальей кто то есть размер кустов очень мал и наталью раскрывают сразу однако и наталья чует врагов в некоторые области состояние невидимости когда наталья находится в тенях а противник касается круга который ты видишь на экране на дна ты появляется красный восклицательный знак и если врагов нет на экране а знак есть и есть кусты будь уверен в кусты эти лучше не заходить также небольшой индикатор это затемнение экрана когда экран светлеет значит тебя видно но индикатор весьма неявный и немного тормозит нынешний геймплей довольно быстро и агрессивный на высоких рангах тебе придется приложить усилия чтобы не называли якорем быть в гуще событий боя и уничтожать опасных адыка и магов счет банальная сказал ну ладно многие мои игры на пару с убийцей были выиграны так я предлагаю все усилия для защиты как и команда а убийца совершенно не отвлекаясь на лес проносит линии и главное башни а вот частая ошибка игроков в середине игры пробегая мимо башни под которую уже ваши крипы можно дать хотя бы выстрел или один удар и дальше бежать ускорив пуш все конечно зависит от конкретной ситуации и еще по поводу башен дым наташи предотвращает рост урона находясь под башней то есть ты можешь залететь прожать второй навык и убить противника под башней выйдя живым ульта дает дважды невидимость и если ты уверен что подмога не придет к противнику можешь все три прыжка из тени это кустовая невидимость и 2 тур ты потратить на урон или если сыграть осторожнее то второй заряд ульты сохранить для отступления ты пропадешь из зоны видимости противника на некоторое время что позволит убежать или упрыгать атака после навыка спровоцирует срабатывание бесконечной битвы которая добавится к мачете хищника чтобы замедлить врага ты можешь использовать возмездие после чего атаковать автоатака из тени возмездие зачтется за навык но не снимет невидимость и сработают вместе и клинок семи морей и мачете и бесконечная битва и скорее всего криты действуешь дальше по обстоятельствам там первый или второй навык после чего опять атакуешь но через ульту срабатывает все то же самое кроме семи морей но даже в этом случае у него 65 физической атаки и 15 проникновения ну и конечно наталья по прежнему отлично подходит для того чтобы состелить лорда или черепаху либо добить после лорда еле живых соперников больше пока что мне добавить нечего надеюсь гайд поможет тебе приспособиться к новой наталья подписывайся на канал и заходи на мой второй канал голос зверько удачи друг на мой второй канал голос зверько удачи друг к другу Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok